...величественных, больших и красивейших рек России. Коростью хода, силовыми установками, обеспечивающими движение, а также... ...во строя кораблей в Неве, противодиверсионный катер Нахимовец с государственной... ...в параде принимают участие корабли с газотурбинными установками. ...в парадном строю десантные катера на воздушной каверне типа Серна, Сандер-Слон. Катера этого типа пригласили морской уходы на необорудованное побережье, достигать 30 узлов. На борту 78. На его борту легендарный танк Т-34. Разработанный конструкторским бюро танкового отдела Хариуд группой, капитан 2-го ранга Алексей Рындин. К трибунной войне и послевоенных конфликтам показал, что флоту необходимы мощные... ...приближается к морскому тральщику нового поколения Александр Обухов. Командует кораблем капитан 3-го ранга Сергей Пожидаев. ...в окружении кораблей сенитные ракетные комплексы для высадки морского десанта с боевой техникой... ...как на оборудованное, так и на необорудованное побережье. ...поиск, грузов и постановки минных заграждений. Такой системой залповой стрельбы «Град» с зенитно-ракетным комплексом. Экипаж большого десантного корабля «Минск» участвовал во... ...при залповом пуске, используя заложенную в комплекс систему искусственного интеллекта, ...можно осуществлять цели распределения между ракетами, исходя из важности цели, ...определять траекторию для каждой ракеты в залпе. Совместно с самолетами Ту-22Н3 эти подводные лодки являются основным... ...частью пары. Сегодня утром 42 самолета и вертолета военно-морского флота и авиации военно-космических сил...